Здесь же был у нас Волгоград, да? Вон, поднимите повыше, красная такая, тёмно-красная. Пожалуйста. Владимир Владимирович, добрый день. Меня зовут Анна Корохова, муниципальное телевидение Волгограда. Наш город и герой является крупнейшим центром патриотического воспитания. Вы неоднократно акцентировали внимание на значимости Сталинградской битвы, о вопросах сохранения исторической памяти, о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне. Важным элементом в этой работе является сохранение мемориалов. К 75-летию Победы на Мамаевом Кургане была восстановлена скульптура Родина «Мать зовёт». Однако на Мамаевом Кургане остаётся множество объектов, которые тоже сейчас остро нуждаются в реставрации. Это и в том числе музей-заповедник Сталинградской битвы, объекты музея-заповедника Сталинградской битвы. И есть ли возможность в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне надеяться на федеральную поддержку для реставрации этих объектов? Если позволите, пожалуйста, ещё один вопрос. Он действительно важный. Про экзоскелет. Наши волгоградские учёные разработали экзар-34, экзоскелет, который позволяет реабилитироваться больным с тяжёлыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. То есть один пример просто приведу. Александра Агафонова, инвалид первой группы, боролась с врождённым артрогриппозом очень долгое время. Она даже не могла держать ложку в руках. И вот сейчас она является четырёхкратной паралимпийской чемпионкой мира по плаванию. То есть за реабилитацией приезжали из других регионов России, из стран-зарубежья. Но, к сожалению, на местном уровне очень сложно организовать такую работу. И вот мы хотели бы обратиться с просьбой создать на территории Волгоградской области первый всероссийский центр по созданию эндопротезов. Спасибо. Вы знаете, начнём с последнего Вашего вопроса. Ну, конечно, нужно подумать на эту тему. Есть ведь у нас программы, которые обеспечивают людей с ограниченными возможностями здоровья с соответствующими техническими средствами, деньги выделяются. Ну и, разумеется, самое эффективное, современное, дорогое нужно закупать. Это закупаются и за границей. Я уверен абсолютно, что те люди, о которых Вы сказали, и их изобретение, конечно, в разы по себестоимости ниже, чем закупаемое оборудование за границей, если оно тем более такое эффективное. Я обязательно об этом соответствующий сигнал в правительство подам. И посмотрим, во-первых, на как их поддержать дополнительно, и на возможности создания этого центра. Как Вы понимаете, прямо так сходу я не могу сказать, нужно нам центр создавать, а не нужно. У них же есть что-то, на базе чего они работают, уже это сделали. Если так эффективно, значит, возможно, какие-то разные варианты их поддержки, причём по разным направлениям, в том числе по линии поддержки малого и среднего бизнеса, и по линии социальной политики, и по линии поддержки людей с инвалидностью. Здесь разные возможные инструменты. Дам поручение подумать, какой из этих инструментов использовать для того, чтобы их поддержать. Первое. Второе – это федеральная поддержка объектов культуры, конечно, к таким знаменательным датам. И тем более в Волгограде нужно обратить внимание на памятники, о которых Вы сказали. Ну, тоже я для себя пометил, у нас и она осуществляется, эта поддержка. Я не сомневаюсь, что и в Волгограде она есть. Но я проверю, если этого недостаточно, и если нужно что-то своевременно сделать к этим знаменательным датам, мы, конечно, это сделаем.